Ваши коллеги, еще раз добрый вечер. Мы рады вас приветствовать на нашем традиционном когнитивном семинаре, на котором мы обычно обсуждаем конкретные исследования, конкретные, возможно, статьи или будущие статьи наших спикеров, касающиеся довольно узкой проблематики. И это важная оговорка, важное замечание, поскольку тема сегодня звучит крайне соблазнительно. Выступление будет посвящено гипнозу, и это огромный феномен, имеющий не только ряд научных исследований, но и большое влияние на социум в целом. Гипнозу уделяется очень много внимания в общественной жизни, и вокруг него существует достаточное количество мифов. Поэтому я думаю, что Михаил не будет пытаться ответить на все мифы, не будет пытаться обсуждать всю историю гипноза с древнейших времен, а коснется непосредственно своих научных интересов, которые, насколько я понимаю, у него вполне конкретные, вполне точные, о которых он нам сам подробнее расскажет. Тем не менее, действительно, в психологии, в современной психологии когнитивной довольно сильно избегают высокорувнивых тем, таких как мышление, таких как сознание. А гипноз – это совсем нечто непонятное, удивительно интригующее, поэтому лично мне довольно сильно интересно узнать, как можно его исследовать непосредственно научными методами, можно ли вообще в принципе, насколько интересными получаются результаты. Здесь я слово передам Михаилу. Я не знаю, изменилась ли у него афилиация и его принадлежность к Высшей школе экономики, или он на данный момент продолжает работать в Институте когнитивных наук. В любом случае, Михаил имеет непосредственно отношение к Высшей школе экономики, к, скажем так, школе когнитивной психологии, школе когнитивных наук, которая сложилась в Высшей школе экономики. Думаю, дальше он сам с удовольствием расскажет немножко о себе и перейдет непосредственно к презентации. Михаил просил вопросов, если они возникают, задавать в том числе по ходу. Наверное, чтобы не перебивать докладчика, можно поднимать руку или писать о наличии вопросов в чат. В таком случае я постараюсь все заметить и, соответственно, сигнализировать об этом спикеру. Окей, спасибо, Тимофей. Да, я пока что все еще аффилирован с Вышкой. Вот я не волк, но в Вышке выступаю. Сейчас я тогда включу. Да, собственно, я сегодня действительно буду так немножко дразнить и не давать чего хочется, в том плане, что я не буду говорить о гипнозе вообще и действительно я не буду говорить какие-то общие вещи, а я, собственно, в основном буду говорить о своей последней статье и о том, собственно, что вокруг нее. Вот, соответственно, выступление точно так же, как моя статья в переводе на русский, называется «Токсонометрический анализ латентной структуры гипнотической внушаемости». На данный момент она на лицензировании. Это припринт. Если хочется почитать, ссылка на экране. И, соответственно, я тут сразу хочу оговориться, что эта статья немножко экспериментальная для меня. Не в том смысле, что статья экспериментальная, а в том смысле, что использование, вообще влезание в «Токсонометрический анализ» для меня довольно-таки было в новинку. Литературу на эту тему я не очень много нашел. И, в общем, если, допустим, в чате есть психометрики, и они заметят, что я что-нибудь возмутительно переврал, я буду очень благодарен каким-либо комментариям, потому что я, в принципе, планирую дальше как минимум еще одну такую статью сделать, и буду рад учесть. Вот. Ну, тем не менее, сначала немножко все равно по каким-то основным терминам имеет смысл пробежаться. И, ну, собственно, внушаемость напрямую связана с термином «внушение». У термина достаточно долгая, интересная история. И, ну, как и многие термины, начался он с очень абстрактного определения. Под «внушением» когда-то давно-давно понимали вообще практически что угодно, ну, вот любая сенсорная команда или стимул. То есть запросто могли назвать внушением там фразу «дай мне стакан, пожалуйста». Вот. Потом, ну вот, понятно, что это не так четко по шагам развивалось, но мне как-то нравится привязывать довольно такой серьезный перелом к Бехтереву и его работам, особенно учитывая то, что, собственно, это на русском, и можно говорить вот прям про русское внушение, а не suggestion, как дальше пойдет. И Бехтерев, ну, собственно, задумался о том, что, ну, есть смысл как-то сузить это дело, и, ну, начал полемику про критическое мышление, собственно, про отсутствие его влияния на обработку вот того, что мы называем внушением. То есть внушение по Бехтереву предполагает, что мы что-то коммуницируем, и критическое мышление это не очень обрабатывает. Вот. Это достаточно близко, наверное, к текущему житейскому пониманию внушения, что вот есть слабовольные люди, у которых не работает критическое мышление, и вот они-то внушаемые, будь здоров. Вот. Дальше именно в научной литературе различные прекрасные авторы типа Хильгарда, типа Кирша и там Вуди и прочих коллег начали очень сильно стриотачиваться на так называемом involuntary experience или involuntaryness experience, то есть на некотором ощущении недобровольности. То есть вот согласно этому определению, внушение – это такая коммуникация, в результате которого у нашего адресата случится вот это вот переживание недобровольности действия. Соответственно, тут очень важно понимать, что внушение – это не то же самое, что гипноз, и внушение – это более широкий вообще термин. Соответственно, внушение без гипноза существовать запросто может. То есть это, ну вот опять же, если говорить житейскими словами, это просто вот какая-то такая сильная фраза, от которой там хотите, где не хотите, у вас, я не знаю, мурашки по коже пошли и так далее. Вот, или там вы напугались. Соответственно, если мы приходим именно к гипнозу, то здесь я очень люблю ссылаться на определение 30-й дивизии АПы, American Psychological Association, которая… ссылаться на него, а потом сразу же критиковать. В общем, АПа определяет именно гипноз как некоторое измененное состояние сознания, которое включает в себя сфокусированное внимание, сниженную осознанность каких-то вот периферийных стимулов и, естественно, повышенную способность вот, в общем-то, реагировать на внушение, испытывать то самое ощущение недобровольности, делая что-то. И, соответственно, чувствовать, как будто, вот, дескать, не вы это делаете. Тут, понятно, много проблем, их видно даже невооруженным взглядом. В принципе, термин «измененное состояние сознания» очень шаткий. Он сейчас больше про психиатрию, да и у них там, насколько я знаю, тоже с этим не очень. И, ну, в общем, сомнительная штука для какого-то фундаментального определения. Ну и вот эти вот феномены внимания и осознанности, которые тоже неизбежно приписываются гипнозу, в частности, вот сфокусированное внимание и сниженная осознанность на какие-то сторонние стимулы. Это тоже довольно-таки сомнительная штука. и сомнительная она, ну, как минимум, и так далее. Мы наблюдаем, что эффект внушений данных под гипнозом, как говорят, в принципе достаточно сильно ориентирован на содержание внушений. То есть, если мы под гипнозом внушаем сильно обращать на что-то внимание, в сфокусированном, если мы говорим при этом обращать внимание на всякие периферийные стимулы, то, ну, собственно, человек, сознательно или нет, это уже вопрос второй, но, ну, нет, не сознательно или нет, а испытывая ощущение недобровольности или нет, будет обращать на них внимание. Если, конечно же, не решит, что ничего он не будет делать, и вообще он отсюда уходит. Вот, но вот это вот самое главное зерно, оно все-таки остается правдоподобным. Это то, что гипноз – это некоторый набор, можно сказать, практик, инструкций, которые приводят к тому, что люди, которые как-то живут свою жизнь, не отдают каждый день деньги мошенникам и так далее, приходя в лабораторию и прослушивая некоторые команды, выполняют их и даже потом говорят, что я не поднимал мою руку, она поднялась сама. Или там забывают что-нибудь, что никак не могли забыть, а потом... Соответственно, внушаемость в языке, гипнабельность в английском языке. Говорите, если меня фризит, потому что мне Zoom орет сообщениями про то, что все плохо. В английском языке говорят hypnotic susceptibility или hypnotize ability, вот, собственно, как у аппы, тоже стараются все-таки использовать термин hypnotic susceptibility и гипнотическая внушаемость на русском, как раз чтобы подчеркнуть, что гипноз здесь неотделим от внушения. Это не что-то вот прям отдельное-отдельное. А, собственно, гипнотическая внушаемость – это просто подверженность внушениям под гипнозом, то есть при определенных характерных практиках и инструкциях. Вот. Я вижу сообщения в чате, но меня не прерывает Тимофей, так что буду считать, что не вопрос. Ну и, соответственно, по аппе гипнотическая внушаемость – это как раз способность индивида вот это вот все пережить. То есть пережить вот некоторые эффекты на восприятие, на эмоции, на мысли, собственно, на поведение, испытать то самое ощущение недобровольности. Вот. Я сейчас как раз немножко расскажу, как это, в принципе, измеряется и какая там вообще может быть разная внушаемость, не бинарная. Вот. Сначала я, в принципе, примерно расскажу, как мы выполняем процедуру гипноза и начинаем что-нибудь говорить нашему испытуемому, который, ну вот, опять же, как говорят, находится в состоянии транса. И если это все-таки какое-то измененное состояние, тут тоже есть дебаты, черт его знает, на эго видно. Ну, опять же, считать ли это чем-то прям вот из ряда вон, вопрос открытый. Что же у нас второго раза? Вот, соответственно, да, я вот на этом слайде собрал несколько классификаций вместе, и это не какая-то жесткая классификация эффектов внушений «откуда то», это вот то, что в разных источниках, какие типы я в разных источниках встречал, такие я вот примерно в соответствии со своим примерным соображением у предметной области собрал. Вот, очень частые внушения – это различные идеомоторные внушения. Это когда мы предлагаем представить какой-нибудь яркий образ, например, того, что к нашей руке, я не знаю, привязан какой-нибудь воздушный шарик, и вот он тянет нашу руку вверх, и она поднимается. Очень частая тема. Одно из самых простых моторных внушений, оно очень на многих, по крайней мере, в лабораторных условиях работает, согласно литературе. И, ну вот, суть в том, что случается некоторое моторное действие, ощущение того, что это сделали вы, у вас нет, если это с вами случается. Вот, оно как будто бы само, ломается вот этот вот sense of agency. Идиосенсорные – это, ну, собственно, различные сенсорные вещи, опять же, которые происходят после вот этой вот болтологии без каких-либо адекватных причин на то, чтобы они происходили, и приводят к тому, что вы или чувствуете что-то, чего нет, или не чувствуете чего-то, что есть. И здесь очень частое применение – это работа с болью. Соответственно, в клинической разной психологии, вообще в клинических сеттингах работа с помощью гипноза с постоперационными больными – это прям золотая жила гипноза и его исследований. Про это, собственно, больше всего исследований, они хорошо сделаны, есть метаанализы, множественное число в слове метаанализ – это редкость в исследованиях гипноза. Вот, и там, в принципе, все неплохо исследовано. Кажется, даже в научной литературе присутствуют кейсы, я знаю, многие спрашивают, присутствуют кейсы различных полостных операций под гипнозом, когда он используется вместо анестезии и так далее. Я не встречал никаких работ, которые выглядели бы убедительно. И, если честно, лично я не верю, как-то слишком жестко. Но я вообще не клиник, мало ли чего там. Но вместе с тем, использование гипноза, чтобы, например, после операции снизить дозу или исключить вообще какие-то болеутоляющие, какие-то анестетики – это частая практика, и по исследованиям она хорошо работает. Различные когнитивно-перцептивные эффекты гипнотических внушений – это, наверное, самое интересное нам с вами, как коллегам. Там та самая знаменитая гипнотическая амнезия, которая, понятно, что на самом деле не в воспоминании, то ли в сознании, то ли в главный поток сознания, как было у Хильгарта, у которого оно раскалывается на два потока, то ли еще что-то. Но в любом случае там есть много интересных исследований про влияние как раз, влияние забытой якобы информации на прохождение каких-нибудь, собственно, процедур, каких-нибудь тестов и так далее. Что источник, откуда информация взята, забывается. Может, даже большая часть информации забыта, но вот что-то про нее все равно всплывает. Различные галлюцинации туда же, когда испытуемые у нас видят то, чего нет, или не видят того, что есть. Позитивные и негативные галлюцинации, соответственно. Тоже дико интересные штуки, мало исследованы. Опять же, как и в случае с амнезией, считается, что это получается только у тех, кого называют «хипнотик-виртуоза», то есть у прям суперсильно внушаемых, которые настолько классные, что на них действуют даже вот такие невероятные внушения. Их, соответственно, где-то 10-15% всего населения считается. Вот я про них сегодня буду говорить много. Из такого более экспериментального сеттинга, достаточно знаменитые, правда, это все-таки внутри области, различные исследования про попытки с помощью внушения отменить эффект струпа или снизить хотя бы. Обычно там используются внушения о том, что слова, которые человек будет видеть, и которые написаны на родном ему языке и в нормальных условиях понятны, будут видны ему как просто набор какой-то ерунды, каких-то вот непонятных букв, и не будут иметь для него никакого смысла. После чего, соответственно, в некоторых исследованиях прохождение неконгруентного условия струпа ускоряется. В некоторых нет. Неоднозначные данные. Тут я сам удивлен, но, по-моему, есть исследования там из 70-х, 80-х, которые запостили отрицательные результаты. Вроде не одно. Прям очень круто. Так называемые челлендж-соджетшн, они очень интересны тоже для многих. Это внушения, которые предполагают, что испытуемый потом будет специально намеренно, сознательно пытаться что-то сделать, а сами внушения направлены на то, чтобы не дать ему это сделать. Самый популярный вариант. Мы, соответственно, просим испытуемому вытянуть руку. Мы внушаем ему, что рука у него не сгибается, через метафору какую-нибудь обычную и так далее. И после этого просим его просто сознательно, сейчас попробуйте, пожалуйста, согнуть руку. Он пытается согнуть, у него не получается. Тут небольшой сбоку, интересно, сделаю. Долгое время считалось, что дело в том, что пока испытуемый сознательно напрягает мышцы сгибателя, то есть бицеп в данном случае, он также неосознанно напрягает мышцу-разгибатель. И, соответственно, эти мышцы-антагонисты друг другу противодействуют и за счет этого дают ощущение, что человек реально пытается, потому что он реально пытается, но рука при этом не сгибается. И, соответственно, напряжение на мышцах есть. Буквально несколько месяцев назад я встретил набор исследований, который говорит о том, что на самом деле там мышцы-сгибатели вообще особо так не включаются. Там есть несколько стратегий, и самое включенное из них – это, собственно, тремор. То есть там на миографе, соответственно, появляются периоды дрожания мышцы, но в основном она неактивна. При этом у испытуемых, что, собственно, удивляет, что при этом у испытуемых есть на полном серьезе ощущение, что руку-то они согнуть пытаются. И то, что они при этом мышцы не включают, это куда более удивительно, чем если бы неосознанно включались антагонисты. Идиоэмоциональные, они не очень хорошо, кажется, отдельно исследуются, хотя в некоторых исследованиях эмоций гипноз применяется как инструмент индукции эмоций. Насколько я знаю, там есть полемика про то, что эмоции, полученные таким путем, считаются неестественными, что, соответственно, кажется не очень разумно, потому что откуда же им еще взяться тогда. есть одна общая черта у всего вот этого вот, что две, две общие черты, что индивид переживает эффект согласно содержанию внушения. То есть это не то, что его ввели вот в это вот состояние непонятное, и у него тут же начинают подниматься руки, потом не сгибаться, потом он смеется, плачет и так далее. Нет, тут как раз интересно то, что с испытуемым случается, ну вот ровно то, что ему говорят. Если говорят, что рука поднимается, то вот это. Если говорят там, что он не помнит собственного имени, то он якобы не помнит собственного имени и так далее. Совершенно очевидно. Опять же, за кадром оставляю прошедшие много лет назад дебаты про то, является ли гипноз скорее социальным феноменом или каким-то вот жестко зашитым там физиологическим, которые, как большинство таких дебатов, оканчиваются тем, что кажется немножко того, немножко того. Но совершенно очевидно, социальный компонент здесь присутствует, совершенно очевидно, необходим некоторый комплайенс, потому что, ну, в принципе, ничего не мешает испытуемому, если что, прервать процедуру, встать и уйти. То есть, опять же, для людей, которые пришли спрашивать про мифы, есть смысл уточнить, что ни о каком вот этом вот мифическом контроле одного человека над другим речи, конечно же, не идет. Основной вопрос здесь кажется в том, что, и это, кстати, второй пункт, в том, что ломается sense of agency, что нету ощущения контроля над тем, что происходит. Я поднимаю руку, но ощущения, что я ее поднимаю, у меня нет. Мне кажется, что ее поднимает какая-нибудь внешняя сила, какая-нибудь, я не знаю, какие-нибудь магические способности гипнотизера или какое-нибудь астральное поле или мое подсознание, над которым я вообще-то там не имею контроля. Ну, в общем, вот это вот поднимание атрибутируется каким-то внешним силам. Возвращаясь к гипнотической внушаемости, встает, соответственно, вопрос, а как ее измерить? Ну, самый популярный вариант – это какой-нибудь scale test for hypnotic susceptibility. На месте «какой-нибудь» обычно вставляют название университета, где придумали очередную вариацию этого теста. Это поведенческий тест, какой-нибудь гарвардский тест, ватерло-стэнфордский тест, просто стэнфордский тест, еще какой-нибудь, ну, в общем. Соответственно, это самая популярная вещь. Она не очень по-когнитивному точная и вызывает у многих когнитивистов, включая, ну, в том числе и меня, вот эти вот сомнения по привычке, которые появляются с любыми опросниками, с любыми вот такими вот глупыми прямыми поведенческими тестами. Но, соответственно, в отличие от других способов, о которых я буду говорить дальше, этот тест измеряет вот ту самую внушаемость, ну, максимально напрямую. Соответственно, у него очень неплохая экологическая валидность. Простите за аргументы, которые обычно говорят социальные психологи. Вот. И, ну, в принципе, на самом деле, кажется, неплохо измерять внушаемость тем, что мы по очереди даем человеку внушение и смотрим, а получилось ли. Собственно, эти тесты работают примерно так же. Что, в принципе, у нас еще есть в этом магазине? У нас есть различные корреляты внушаемости, которые измеряют все не настолько напрямую, но пытаются. Соответственно, у нас есть различная физиология. Вот. Это, в первую очередь, активность дорсо-литерально-префронтальной коры. Есть очень смешная пара исследований в литературе. Первое от Диноса и кого-то еще, то ли Пернера, то ли кого-то там, которые, соответственно, привели некоторые теоретические основания тому, что внушаемость должна падать, если снизить активность левой дорсо-литерально-префронтальной коры. Достали РТМС за дисрапс или левую дорсо-литерально-префронтальную кору, получили снижение внушаемости, опубликовали это. Пришли другие ребята, сказали, вообще-то, если действительно покопаться в этой теории, то повышаться внушаемость должна из-за дестимуляции правой дорсо-литеральной коры, а от левой не должна. Простимулировали левую – не получили эффекта, постимулировали правую – получили эффект. Пока что на этом разговор застопорился, но со стороной там точно пока не могут решить. Ну и вообще стоит помнить, что дорсо-литерально-префронтальная кора – это такая вещь, которая много с чем коррелирует. И тоже связь с внушаемостью находят на ФМРТ всяких исследованиях, в основном в контексте фронтопреэтальной коннективности. Это, в принципе, то, чем я вообще занимаюсь по диссеру. Я пытаюсь эту самую фронтопреэтальную коннективность, ну функциональную, понятное дело, поймать на ЭГЭ. Она вообще какая-то чудесная, волшебная, потому что проявляется она в рестинг-стейте. То есть без вообще каких-либо, вот без этого мамба-джамба, мы можем заранее знать, насколько человек внушаемый. Дико интересная штука. Вот, соответственно, есть, опять же, разрозненные данные в литературе о разных когнитивных троитах, которые различаются у внушаемых и неунушаемых. В частности, сейчас потихоньку набирается деятельство такая точка зрения, что у более внушаемых людей малый объем рабочей памяти, соответственно, чтобы жить в обществе, где там у остальных объем рабочей памяти побольше, они вырабатывают какие-то вот уникальные стратегии обращения с этой рабочей памятью. И эти стратегии светятся на тестах, когда мы не просто даем абстрактный тест на рабочую память, а начинаем конкретно разбираться. Вот тест на, там, простой тест на рабочую память, сложный тест на рабочую память, разные подходы и так далее. То есть там, кажется, если копать дальше, то скоро начнут вылазить интересные стратегии. И тоже высоковнушаемым часто приписывают большую когнитивную гибкость. Соответственно, опять же, есть некоторые данные, не очень твердые, они пока достаточно разрозненные, надо добирать по-хорошему. У нас, по сути, нету вот такого, то, что называют, когнитивного профиля внушаемого мозга. Я, опять же, работаю в этом направлении. Ну и есть личностные корреляты различные. Это, опять же, меньше всего интересно когнитивистам, но там, в принципе, есть забавные вещи. Соответственно, опять же, какие-то точечные данные предполагают, что высоковнушаемые люди имеют большую открытость новому опыту. Достаточно сильно мы по литературе уверены, что у высоковнушаемых выше показатели абсорбции. Это способность быть поглощенным деятельностью какой-то. И так далее. Хотя этих абсорбций, на самом деле, 100-500. И вот, допустим, я знаю, что сейчас в припринте лежит публикация, где пытались измерить религиозную абсорбцию, что вот насколько люди вкладывают себя в молитву, вот как бы поглощены этим делом. И не обязательно там молитва, а какие-то spiritual experience. И с внушаемостью она не коррелирует. То есть там, опять же, есть какие-то закономерности, явно, которые надо смотреть. Вот, возможно, более точным методом, чем измерение абсорбции опросниками, но да. Опять же, забавно, есть исследование, но оно, правда, инженерное, и они там делали модель, которая предсказывает внушаемость, но эта модель значимо опирается на опросник по взаимодействию с паранормальными явлениями. То есть вот чем чаще люди пишут в опросничке, что они взаимодействовали там с такими-то паранормальными явлениями, с экстрасенсами встречались и так далее, тем выше они внушаемы. Вот, соответственно, наверное, это можно назвать житейским словом суеверность, что вот чем более суеверные, тем более внушаемые. Лично мое мнение, что, по-моему, это в одну сторону работает. То есть кажется, чем более суеверные, тем более внушаемые, но не чем более внушаемые, тем более суеверные. Это кажется подгруппа. Но это исключительно мои спекуляции. Ну и, соответственно, больше всего мы заинтересованы в этом поведенческом тесте в данном случае, потому что опирался на данные от такого теста. И, опять же, чуть подробнее проходит он примерно следующим образом. Происходит процедура, которая называется гипнотическая индукция. То есть, ну, по сути, это болтология на 20 минут, когда мы пытаемся свести внимание человека в какую-то одну точку. Там он смотрит обычно куда-то в большинстве тестов на ладони или на точку на стене. И, соответственно, вещаем ему, что вот ему сейчас надо пытаться расслабиться. Часто в это включены какие-нибудь дыхательные упражнения или мышечные, типа той же самой релаксации Джекобсона, самая популярная. Вот. И, соответственно, предполагаем, что вот он придет в это измененное состояние сознания, если это оно, ну или вот в любом случае вот дойдет до какой-то кондиции. Не исключено, кстати, что все эти пляски нужны просто для того, чтобы включить сеттинг сеанса гипноза, потому что есть некоторое количество старых исследований про то, что эффекты гипнотических внушений зависят от сеттингов, которым себя воспринимают испытуемые. То есть, если они не знают, допустим, что они сейчас все еще участвуют в экспериментах по гипнозу, они могут, например, не откликаться на внушения, в том числе на внушения, о которых они не помнят и, по идее, должны неосознанно откликаться, а потом, вернувшись, допустим, в лабораторию и опять поняв, что эксперимент начинается, опять, не замечая этого, не осознавая откликаться. То есть непонятно, опять же, точно, это измененное состояние сознания, или это сеттинг, или это какие-то социальные переменные, так или иначе, вот процедура такая. После этого дается серия внушений, внушения упорядочены по частотности, сначала даются самые частые, потом все реже-реже-реже получающиеся. Соответственно, где перестало срабатывать, там или стопоримся, или доезжаем до конца, но все равно понятно, что нет, и мы записываем количество сработавших внушений. Соответственно, либо мы даем опросник самим испытуемым и просим их сказать, вот когда вам говорили, что у вас рука поднималась, как вы вообще чувствовали, она у вас поднялась выше, чем на 15 сантиметров или нет, либо мы ставим, собственно, наблюдатели, и наблюдатели заполняют протоколы, соответственно, вот, поднялась у него рука или нет, опять же, выше 15 сантиметров. После этого это количество мы перерабатываем в группы, традиционно, обычно это три группы, низковнушаемые, средневнушаемые, высоковнушаемые. Причем предполагается, что эти группы действительно существуют в популяции, то есть это не то, что мы так просто группируем баллы, это то, что у нас действительно есть высоковнушаемые, как вот качественно отличающиеся люди, причем, согласно существующей в литературе повестке, сейчас стараются выделить внутри высоковнушаемых еще под группы, что вот просто высоковнушаемые и диссоциативные высоковнушаемые, и у них вот разные стратегии. Причем достаточно удачно выделяют. Например, собственно, мой соавтор году так в 17-м, по-моему, проводил исследование, где у него не очень хорошо получалось, уже не помню что, скоррелировать с этими группами, но как только он высоковнушаемых разделил на диссоциативных или нет по опроснику, там, questionnaire on dissociative experiences, оно тут же вот отлично зашло, и вот такое разделение стало объяснять коррелацию хорошо. Вот, соответственно, в рамках данного выступления вот эти вот группы, которые действительно существуют в популяции, мы называем таксоны. Вот. Ну и да, в принципе, вообще в подавляющем большинстве исследований по гипнозу, причем как в исследованиях, которые исследуют гипноз, так и в исследованиях, которые исследуют что-то другое с помощью гипноза, используются высоковнушаемые люди, которые предположительно составляют 10-15% от населения, ну, от популяции, и, ну, либо их сравнивают с низковнушаемыми или средневнушаемыми, соответственно, кто упарывается в методологию науки, уже напрягся от того, что высоковнушаемых сравнивают с средневнушаемыми, вот эта проблема крайних групп всплывает. Вот. Ну и, в принципе, опять же, мы опираемся вот на предположение о том, что эти группы, они реально есть. Вот. Или, соответственно, во многих исследованиях просто берутся высоковнушаемые, а другие особо не берутся. Или там контрольные группы вообще не связаны с внушаемостью, и там не проходящие через процедуру гипноза, или исследуют только высоковнушаемых, что-то такое. Ну, так или иначе, опять же. То есть высоковнушаемых, вот эти вот виртуозов, трактуют как качественно отличающихся ребят. Что, кстати, справедливости ради скажу, что очень понимаемо, почему их так трактуют, потому что очень легко поверить, что человек, который может просто вот от болтологии забыть собственное имя, или не замечать стол посередине комнаты, или не испытывать боль, когда в него что-нибудь втыкают и так далее, это вот прям такой же человек, как мы все с вами. Их очень легко выделить в отдельную группу, потому что реально их мозги способны на что-то невероятное, по-моему. Вот, да, и то, что я уже сказал, среди высоковнушаемых иногда выделяют диссоциативные подгруппы. Вообще, кстати, если что, сейчас внушаемость, вот всю тему вообще про гипноз, про гипотетическую внушаемость, про просто внушаемость и так далее, сильно начинают ассоциировать с диссоциативной шкалой, и, ну, в частности, например, есть данные, что внушаемость является значимым предиктором в поиске диссоциативной патологии. Различные диссоциативные расстройства, там, соответственно, немножко более высоковероятны у внушаемых людей, кажется. Диссоциативные расстройства внушаемости. Опять же. Вот. Соответственно, да, сейчас мы немножечко отойдем от гипноза, от гипнотической внушаемости и так далее, потому что, собственно, выступление про токсонометрический анализ этого дела. И мне вот почему-то кажется, что мало кто вообще знает, что это такое, потому что, ну, вот, например, ну, по крайней мере, подробно, потому что, например, когда я на это наткнулся, мне это, собственно, предложил мой соавтор, я не особо вообще представлял, что там такое, и закапывался с нуля. Соответственно, кратенько. Метод сам предложен исследователям фамилии Мил как метод для детекции вот этих вот таксонов, то есть каких-то групп в популяции. Он сам использовал изначально, ну, или, по крайней мере, представлял этот метод на примере шизотипии. И, соответственно, этим методом он вот демонстративно в своей статье проверяет, является ли диагноз шизофрения какой-то вот прям отдельной четкой группой в популяции, если мы измеряем ее по шкале шизотипии, или у нас просто есть шкала шизотипии, у нас есть как-то распределенные по ней люди в популяции, и просто с какой-то точки шкалы мы отсекаем и говорим, что вот отсюда диагноз. Вот. Много позже Русскио и Иванг разработали библиотеку под названием Artexometrics, которая, вы не поверите, делает токсометрический анализ в Artex, вот. Она дико удобная, они, ну, как, она как два стула, если честно, а в ней они все свели так, чтобы наружу торчало только там пять методов буквально, которые вам нужны. Это проверить, данные хорошие ли они, подготовить данные к анализу, проанализировать данные там одним способом, проанализировать данные другим способом, вам даже четыре. А, да, и пятый – это симулировать фейковые данные, если у вас нету эмпирической выборки, если вы там хотите симуляции погонять. Общий смысл токсометрического метода или токсонометрического в той реализации, которую предлагают русскую Иванг, это то, что симулируются две модели данных. Это категориальная модель, согласно которой по измеряемому конструкту в популяции действительно есть выделяемые группы. И дименсиональная модель, согласно которой вот таких вот чанков там нету. Есть как-то дименсионально распределенные просто вот ребята из популяции. После этого поверх этих моделей строится, соответственно, наша реальная эмпирическая кривая и считается фит. Куда больше фитят, туда и мы воюем. Причем, что очень круто, модели симулируются с учетом эмпирических данных. То есть не берется просто какая-то идеальная дименсиональная модель или идеальная категориальная модель для того, чтобы об нее прислонять наши данные. Когда генерируется модель, какие-то параметры вот этой вот популяции, не популяции, сори, какие-то параметры вашей выборки эмпирической, которую вы, собственно, вгружаете, берутся. В частности, там берется размер выборки. И там, точно не скажу, это описано в статье у Русского. Я там, по-моему, на нее ссылаюсь потом. Соответственно, там они симулируют популяцию, потом вытаскивают из нее столько же человек, сколько в вашей эмпирической выборке. Ну, в общем, что-то в таком духе. То есть под каждую выборку эмпирическую у вас свой набор моделей. Своя пара моделей, если это только две модели, дименсиональная категориальная. Из этого всего получаются вот такие графики. Соответственно, здесь серенькая полосочка. Вот эта вот модель с некоторой областью, по-моему, это одно стандартное отклонение, если мне не изменяет память. Ну, не суть сейчас важна. Но фишка в том, что серая полосочка с еще канавками по краям. Канавки – это тоже, по-моему, 50, что ли, процентов от среднего стандартного отклонения. Что-то такое. А черная линия – это наши эмпирические данные. Здесь не подписана ось X, потому что, я чуть позже скажу, тут есть несколько методов, которые часто используются. И в каждом методе по X там что-то свое. Какая-то своя математика. Ну и вот, например, на картинке видно, что… Ничего по ней видно-то, господи. Что левая модель – это категориальная модель. Я сразу извиняюсь за ужасные графики, в этой библиотеке строятся абсолютно отвратительные графики. Я после того, как сделал эту статью, я переписал там код на ггплоте и отправил русскому этот код. Он обещал его встроить, но пока что там вот так. Вот тут мы видим, что левая модель явно лучше фитится с черной эмпирической кривой. Значит, вот категориальная модель больше подходит. Но так как мы, в принципе, привыкли больше с числами работать, то, соответственно, рассказываю про числа. Мне здесь анимацию забыл добавить. Ну ладно. Вот. Да, соответственно, используемые модели, если кто-то хочет закопаться в то, как там все работает, это Common Factor Model. Не знаю, как по-русски, если честно. В качестве демиссиональной и двухкатегориальная модель, соответственно, для категориальной модели. И закладывается некоторая вариативность внутри вот этого таксона. Ну и вот ключевой параметр. Сейчас буду ехидничать над когнитивистами. Извините. Как вот у нас есть магическое число P. Здесь его нет, но здесь есть магическое число CCFI. Это, соответственно, фит данных к демиссиональной модели. Двух фитов. Фита данных к демиссиональной и фита данных к категориальной. Соответственно, фит меряется через root-min-square distance. Ну, то есть, корень, господи, корень среднего квадрата, что-то такое. Не помню их по-русски, честно. Вот. Ну, базовая совершенно метрика. Думаю, много кто ею считал. Всякие другие более адекватные вещи. Вот. Соответственно, фит-кат то же самое, но для категориальной модели. Вот. Таким образом, за счет нехитрой математики получается, что CCFI является ноликом, если у нас фит к демиссиональной модели прямо нулевой, а там чем меньше, тем лучше, да? Вот уж distance. Чем меньше дистанция, тем лучше в фите. И, соответственно, единичка, если, наоборот, фит-дим огромный, а фит-кат маленький. То есть, если к категориальной модели фитится лучше. Соответственно, ноль считается прямо суперсвидетельством в пользу дименсиональной модели, и единичка считается суперсвидетельством в сторону категориальной. Естественно, если оно примерно по центру, то есть, если оно фитится довольно-таки одинаково хорошо и туда, и туда, мы не можем сделать какой-то однозначный вывод, особенно учитывая то, что здесь нет какой-то метрики статистической значимости. Здесь мы сразу напрямую работаем с этими числами. И поэтому конвенционально числа между 0.450 и 0.550 считаются неоднозначными, и в таких случаях мы обычно говорим, что мы не можем точно сказать, есть там что-то или нет. Если что, есть альтернатива, которая выполняет примерно ту же задачу, но она работает на null hypothesis testing. На нее ссылается русский статья. И там суть в том, что за нулевую гипотезу берется дименсиональность данных. Мотивация Русскио здесь, я с ней, кстати, очень согласен, что все-таки большинство исследователей не пытается доказать, что структура какого-то конструкта категориальна. Они все-таки обычно пытаются выяснить, какая же там структура, такая или такая. Вот. Соответственно, господи, 40 минут, говорю, кошмар какой. Ну, соответственно, быстренько пробегаюсь. На что мы вообще обращаем внимание, когда пользуемся этим прекрасным методом? Нам важен размер выборки. Очень советую, чтобы он был больше 300. Нам важен размер предполагаемого таксона и, соответственно, количество людей, которые в нашей выборке попадают в этот таксон. Соответственно, если это 0,05 от 100 человек, то это 5 и маловато. Количество индикаторов. Индикаторами здесь называются переменные. В моем случае это пункты опросника или пункты теста на внушаемость. Для больших выборок там есть послабление. Вообще, на самом деле, эти параметры не супер жесткие. То есть, если вы не проходите эти параметры, то у вас снижается точность модели, но она все равно, в принципе, рабочая. И это, соответственно, скорее набор правил большого пальца, а не чего-то жесткого, что, опять же, немножко непривычно для тех, кто считает более популярной статистикой, где пи меньше… пи – это 0,051. Все, не вышло. Количество вариаций признака, соответственно, также советую держать хотя бы от 4. Это, опять же, в случае опросника, например, количество вариантов ответа. Дихотомические вопросы или трихотомические, менее точные. Также там традиционно измеряется индикатор validity. Это в какой мере индикаторы позволяют, собственно, предполагаемый таксон отделить. То есть насколько они вот… В общем, не размазаны ли, соответственно, они по шкале совсем невыделяемы. Советуют там, соответственно, больше, чем 1.25 стандартных отклонений. И, соответственно, внутри группы… Ну, внутри таксона и внутри оставшейся второй группы советуют, чтобы индикаторы не слишком сильно коррелировали. Ну, это, я думаю, у всех в сердечке откликается. Это вот наша старая добрая борьба с гомоскедастичностью, как мы делаем там в любой регрессии. Вот. И, да, я не буду про это здесь рассказывать, но есть разные методы использования вот таксонометрического метода, математические методы. В артексометриксе используются мамбак, максейк и элмоуд. Первый – это что-то минимум… Или сейчас, господи… А, это мин above… Что-то above, минимум, below average cut. Максейк – это максимум agent value, элмоуд – это latent mode. Соответственно, опять же, у Рускио, если погуглить его статьи, особенно статью 2011 года, вот по как раз… Это таксометрик называется. Здесь мне Мария Вячеславовна Флипман подсказала, что по-русски это, кажется, таксонометрически называется, а в английском часто таксометрик. Вот. Там они более-менее подробно описывают, в чем суть этих методов, рассказывают про другие методы, типа Макскова и так далее. Но, соответственно, это достаточно глубокая математика, и у нас просто ни времени не хватит, ни терпения слушателей. Соответственно, так как я использовал эту библиотеку, я использовал эти три методы. Соответственно, теперь мы именно просто с таксонометрическим анализом закончили. Теперь обратно, чуть-чуть поближе к теме. Таксонометрический анализ структуры гипнотической внушаемости. Х – название презентации, внутрепрезентации. Вообще исследования латентной структуры гипнотической внушаемости уже проводились. У нас в припринте есть ссылки на три попытки, и одна из них проводилась вот примерно этим методом. Это Окман и Вуди в 96-м использовали на выборке, на которой они измеряли гарберским и ластенфордским тестами на гипнотическую внушаемость. Они вот те же самые, о которых я говорил, у них один и тот же принцип. единственное, что отличается у них часто это наборы внушений используемых, какие-то там разные в индукции особенности и так далее. В качестве результата они нашли подтверждение категориальной структуры гипнотической внушаемости, но мы не верим. Почему? Они использовали достаточно современные хорошие методы для того времени, но тогда мы еще не умели делать симуляции, и мы не придумали, ну как мы, русский у нас коллегами, не придумал способ считать это на основе симуляций. AR тогда в 96-м был развит не очень хорошо, это не шутка, кстати, AR появился в 93-м, ну неважно. И, соответственно, есть, например, публикация Хаслава с коллегами, которые показывают, что методы, которые используют симуляции для таксонометрического анализа, не просто точнее, они менее ошибаются в сторону категориальной структуры. То есть, соответственно, наши коллеги Окман и Вуди нашли подтверждение категориальной структуры, используя методы, которые, в принципе, баист в эту сторону. Поэтому мы не верим. Вот. И, соответственно, смысл исследования, которому мы обязаны моим сегодняшним выступлением, то, что мы на имеющейся у нас выборке в 600 человек хотели проверить это более современными методами и, соответственно, понять вот это вот повсеместное выделение в литературе группы высоковнушаемых как качественно отдельной группы, оно имеет смысл или нет. Вот. Соответственно, у нас было 584 испытуемых, изначально 602, но там часть отвалилась, у них данные скушались. Вот. Это в основном были студенты и работники разных факультетов Голдсмитса, что приятно, не только психологи, самые разные ребята. И не только ребята, соответственно, были и работники, и не только психфака, насколько я помню. То есть, это все еще, конечно, психология, это наука студентов-психологов, не сильно далеко от этого ушло, но хотя бы не только психолог. Использовалась гарвардская шкала гипнотической внушаемости. Ой, сейчас все перфекционисты взбесились, там пробел поставился. Вот. Достаточно старая, более-менее релайабл шкала, но понятное дело, что ей лет много, она в 50-х годах, и претензий к ней накопилось, но вместе с тем она повсеместно используется в литературе до сих пор. А дополнительно мы использовали шкалу недобровольности от Бауэрс, суть в том, что когда мы, соответственно, даем нашим прекрасным испытуемым какие-либо внушения, например, что у них поднимается рука, или что они не могут разъединить сведенные вместе пальцы, или что-то такое, мы никак не можем контролировать такой случай, что они, например, не поняли до конца, что им не надо специально поддаваться, или просто они вежливые, или просто они конформные, и они не испытывают ощущения недобровольности, у них нет ощущения, что рука поднимается сама, но они такие, что я эксперимент... вот, и, соответственно, они выходят супер внушаемыми по шкале, хотя на самом деле ничего подобного. и достаточно редко использование каких-либо инструментов для того, чтобы это контролировать. Собственно, в данном случае был использован вот такой инструмент, как шкала недобровольности. Соответственно, каждый итем нашего теста на внушаемость, то есть каждое внушение, которое прокатило или нет, сопровождался вопросом, а испытывали ли вы при этом ощущение недобровольности? То есть, соответственно, поднялась ли у вас рука? Да, а было ли у вас ощущение, что рука поднимается сама вне каких-то ваших... Соответственно, и насколько сильно по шкале отметить. По-моему, Лайкерт, если я правильно помню, пятый. Вот. И это на самом деле немножко big deal, потому что, казалось бы, это очевидная тема, и это должны были делать еще давно, но делают это редко. Вот. Ну и использовали для тех карт ксометрикс. Сырые данные выложены в открытый доступ. Опять не интернет-коннекшн, он стейбл. Вот. Соответственно, мы сгруппировали внушения, то есть индикаторы переменные, на четыре больших индикатора. То есть мы сгруппировали переменные, по сути. Вопросы-вопросники мы сгруппировали в фичи, как любят говорить дата-сайентисты. Вот. Для каждого метода, для теста на внушаемость и для шкалы недобровольности. Вот. Соответственно, получилось у нас четыре индикатора для ксометрикс, это на моторное подавление, те самые челлендж с джешен, типа не можете согнуть руку и так далее. Это когнитивно-перцептивные, амнезия, всякая галлюцинация, вот это вот. И постгитонетическая амнезия, этот индикатор состоял из собственно однопеременной. Вот. Мы также пробовали другие конфигурации индикаторов, мы пробовали не группировать их совсем и просто вот и темы опросника кидать. Но тогда мы вот совсем уж сильно не проходим, данные точнее, совсем уж сильно не проходят те критерии к данным, которые я на несколько слайдов раньше говорил. Там все совсем плохо и данным верить вообще нигде будет. Вот. Соответственно, мы для каждой, для каждого набора из четырех индикаторов, которых два, да, для недобровольности и для внушаемости, сделали пары набора индикаторов и размер предполагаемого таксона. Как я уже говорил, в литературе где-то 10-15 процентов считается, что высоковнушаемые составляют у популяции. Соответственно, мы два варианта использовали, это 0,10 и 0,15. Вот. У нас получились четыре такие пары. Пары получаются в результате того, что вы кидаете данные в функцию и она выделяет по индикаторам, расставляет очки индикаторам и, соответственно, выбирает 10 или 15 процентов или сколько вы задали, набравших больше всего. И предполагает, что это таксон. Вот. чуть-чуть сложнее, потому что иногда она не добирает или перебирает и фактически размер таксона и количество людей в таксоне оказывается не таким, какие вы задумали, а что-то другое. Это связано с симуляциями. Подробно не успею рассказать. Вот. И, соответственно, у нас одна такая пара, это внушаемость на 10% не прошла проверку на размер выборки таксона. Там поменьше оказалось, не смог он добрать до 50. И два из четырех индикаторов в шкале внушаемости соответственно, были дихотомические. то есть там варианта ответа было меньше четырех. Это было не кошмар. Мы, в принципе, насколько мы почитали, не очень сильно нарушили рекомендации. Конкретно про те критерии, которые мы нарушили, они не слишком жесткие. У нас есть смысл конкретно по этим парам ожидать падения точности. При этом шкала недобровольности у нас в обеих конфигурациях прошла все критерии хорошо. И, соответственно, по ней мы можем немножко калибровать шкалу внушаемости. Вот. Про классифайкейсов это как раз то, что выбрать 10 или 15% максимальных и пометить их как таксоны. Вот. Соответственно, получилось у нас примерно следующее. Сейчас я указочку возьму. вот это вот все это как раз характеристики данных, о которых я сейчас не успею сказать, да и не очень интересно. Ну, в общем, это результаты проверки данных. Соответственно, по ним можно понять, где у нас что не совсем как надо. Не прошло вот эти критерии. Там вот, например, размер вот этого предполагаемого таксона, он не смог до 10% добрать, он 6 смотрел. и так далее. И вот снизу у нас вот эти вот самые CCFI, помните, да, это вот этот relative fit, то есть соотношение fit-off к двум моделям. Для каждого из трех методов, которые мы используем, L-mode у нас какой-то очень амбивалентный, и у него очень часто значения попадали вот в эту серую зону между 450 и 550. вот. Соответственно, ну, просто там мы не можем делать никаких выводов. При этом все остальные методы для всех четырех пар дали маленькие числа ниже 450, что, как говорил выше, мы считаем свидетельством в пользу дименсиональной структуры. На последней строчке средний CCFI тоже традиционно высчитывается, соответственно, для всех моделей он также ниже 450. Ну, мы видим, что у нас MaxSake больше всего склоняется к дименсиональной модели, а L-mode его в категорию уносит. Насколько я помню, собственно, набор методов именно примерно так и подбирался, чтобы они друг друга балансировали. Вот. Так, если здесь что сказать. Нет, в принципе, здесь все понятно. если что, там, не знаю, статью будете читать и так далее, но если что, вот, соответственно, здесь внушаемость behavioral, здесь недобровольность, и вот столбик для 15% населения, вот 10% населения, то же самое здесь. Я думаю, понятно все. На графиках это выглядит вот так. Справа у нас дименсиональная модель, слева у нас категориальная, спасибо этому семинару, делая презентацию к нему, я увидел, что мы, оказывается, не покрасили правый L-Mode зеленый, будем исправлять. Вот. Ну, по графикам, наверное, мало чего можно сказать, но, в принципе, если повыхватывать, ну, мы видим, что, вот, например, для внушаемости 0.10 дименсиональная модель, ну, явно лучше фитится, чем категориальная. вот, с L-Mode как раз, ну, непонятно, он амбивалентный. Это то же самое для недобровольности, но, опять же, тут хороший, очень пример, на котором ярко видно именно на графике, это 15%. Вот, соответственно, мы видим, что дименсиональная прямо нормально, а категориальная образовала от наших данных такую модель, что она вообще не ложится. Вот. Соответственно, какие выводы мы можем сделать? Ну, во-первых, все четыре пары предоставляют свидетельства в пользу дименсиональной модели. У нас есть повод говорить о том, что, согласно нашему исследованию, вот на этих данных гипнотическая внушаемость с учетом недобровольности, та, которая измеряется гарбардским тестом, это скорее дименсиональный конструктор. Соответственно, как я уже говорил, две пары, сейчас, нет, одна пара и некоторые индикаторы в двух парах у нас прошли критерии не полностью, но результаты по ним полностью соответствуют, полностью конгруентны были с результатами тех пар, которые критерии прошли. То есть, не было такого, что менее точные пары тянули куда-то в другую сторону. Все целостно. Соответственно, результаты отличаются от предыдущих исследований Вуди и Окмана, скорее всего, потому что мы, во-первых, используем более современные методы, которые менее склоняются к категориальным моделям. Плюс мы по-другому группируем индикаторы. Мы их группировали согласно тому, как их в литературе в принципе группируют. И в принципе достаточно осмысленная классификация. Она делит на хорошие типы, которые в разных экспериментальных исследованиях показывают разные параметры, если к ним прислонять различные линейки. Ничего конкретного не вспомню, тем более за пару минут. Плюс, что очень хорошо мы сделали, мы вообще молодцы, это то, что мы измерили и приложили данные по недобровольности, которые отлично стабилизируют данные по внушаемости, контролируют вот эту тему с вежливыми испытуемыми и так далее. И также в данном случае они очень выгодно сыграли тем, что позволили убедиться, что модели, которые не полностью прошли критерии, все равно в нашем случае нормально все показали. Ну и стоит помнить, что наши результаты ограничены методом, которым мы исследовали внушаемость. Гарвардский опросник, к нему есть вопросы. В частности, там очень малый процент когнитивно-перцептивных внушений относительно моторных и челлендж внушений и так далее. То есть там к составу есть некоторые дебаты, а в индикаторе по гипотетической амнезии соответственно вообще только один и там. Вот. Ну, соответственно, у меня все, что было сказать. Если есть какие-то вопросы, буду рад ответить. Спасибо большое, Михаил. А так прекрасно осознавать, что цвет моей рубашки совпадает с цветом этого гипнотизирующего квадрата. Я не специально подбирал. У вас еще дар предвидения есть. В чате благодарят пишут, что было очень интересно. Я тогда обращаюсь к коллегам, если у вас есть вопросы, видимо, не уточняющие, потому что уточняющие, скорее всего, были бы заданы по ходу, а, возможно, крупные, содержательные попытки поспорить, оспорить, возразить, вольные их задать. Пожалуйста, если есть таковые, мы вам даем слово. Видимо, удалось загипнотизировать публику. Тогда хорошо, что я остался на слайде с моей хипнозис мим, потому что вообще очень мало мемов про гипноз. Это кошмар, это огромная проблема этой научной области. Возможно, коллеги, например, печатают вопрос в чат, мы тогда в любом случае сейчас подождем несколько минут. Через его у меня было несколько вопросов, но они как-то вылетели из головы. Причем, не думаю, что это было влияние гипноза, скорее всего, это влияние хардового, такого статистического анализа, который немножечко меня поработил. Ну, давайте я задам вопрос. Спасибо, Миша, большое. Я лично с таким методом не работал еще ни разу с таксонометрией. Я до этого тоже. Ну, просто на ум сразу всплывают некоторые другие похожие методы, которые мы до этого когда-то учили, вроде кластерного анализа или факторного. Но касательно того, что, так как мы тут не очень изучили, как это математически высчитывается, не было бы более надежно и честно сравнить просто разные модели с какой-то внешней переменной, что-то вроде внешней валидности посчитать, что лучше предсказывает мир. Скажем так, с более философской точки зрения, это просто способ увидеть данные. Либо вы делите на категории, либо вы делите по осям. Потому что по ходу вашего разговора делается вид, будто вы правду пытаетесь увидеть. Вы, наверное, тоже считаете, что это просто способ описания. Правильно? Да, я понимаю? Так, сейчас. Сори, можете немного сжать вопрос, потому что никто танца понял. Ну как, вы согласны с тем, что эти два подхода в науке вообще используются, категориальный или осевой? И в данном случае мы не знаем точно, какой мир. Это просто два разных подхода. И вы, и они, вернее, русские и прочие, они пытаются какую-то математику построить, чтобы выяснить, какой из них лучшего, только я не понимаю, с какими-то моделями идеальными. Откуда они берут эту идею? С чего они взяли, что та математика, которая берется, это она точнее? Ведь мы что-то... Или давайте еще раз тогда по-другому. Ведь наиболее честным было бы выяснить, какая из этих двух моделей лучше работает на практике. Ну, если так более примитивно выражаться. Осевая или категориальная. А тут этого же нет. Тут они просто с помощью какой-то математики пытаются... Я понимаю, что такая цифра примерно значит. Ну, просто я же говорю, непонятно же, каков настоящий мир. Ну, да, собственно, здесь вот русские с коллегами, они пытаются построить симуляции, которые основаны на ваших эмпирических данных. И вот, соответственно, об них ваши же эмпирические данные и смотреть. Перемешать аксоны очень много раз, например, или что есть имеется в виду под симуляциями? Там, опять же, это лучше смотреть русского. Я очень боюсь наврать. Насколько я помню, они, соответственно, симулируют большую популяцию и потом, смотря на вашу выборку, пытаются набрать из нее... Они симулируют популяцию, которая либо с категориями, либо дименсиональная. И, смотря на ваши данные, они пытаются набрать такую же выборку. Вот, похожую. Ну, ладно, это не очень понятно, естественно. Да, тут там в математику нужно гораздо глубже закапываться. Смотрите, сам метод еще не на уровне симуляции, а раньше есть в статье Мила 1999 года, кажется, вот она, ну, или в любом случае в его статьях. Он там прям, в общем, очень сложно читается, он очень глубоко... русский в статье 2011 года, 2011, рассказывает достаточно подробно, как работает их метод с симуляциями, можно посмотреть туда. Очень приятно написано, понял даже я. Ну, ладно, это не очень прояснило, если честно, но я понял, по крайней мере, где можно поискать. Вот. Спасибо. Ну, меня все равно не покидает мысль, что это все равно какие-то наши попытки понять, как лучше видеть данные, а данные можно и так, и так увидеть, да, я просто это не услышал. Так же, да, тоже в это время идея? Ну да, соответственно, здесь мы должны, по идее, принимать на веру, что симуляции, которые мы симулировали по и приближать. Но абсолютно следующий шаг, это, несомненно, взять то, что мы получили отсюда и пойти проверять это на практике. Миш, подвисало чуть-чуть. Вот. В общем, да, хорошо, еще раз кратко. Тут, по идее, мы берем на веру, что симуляции, основанные на наших же эмпирических данных, нас хоть как-то к этой реальности приближают, из которых мы, из которых мы эти эмпирические данные набрали. Но невозможно спорить с тем, что, естественно, следующими шагами будет брать то, что мы нашли здесь и идти проверять это в реальный мир. Это эксплураторный метод. Ну да, да, понятно. Он и позиционируется как эксплураторный, если что. Не, просто, как я бы, например, делать, что мне приходит, это взять какую-то другую, более важную в обществе переменную, которая может быть связанная с внушаемостью. Ну, вам лучше знать, какая-то может быть переменная. Ну да, хоть там... Что-то вроде там что-то связанное может быть... Открыть с новым опытом, я не знаю, допустим. Ну, или я бы сказал, еще более прикладная, это что-то в духе стали жертвами ошейничества, что-то такое. И понять, какая из этих просто двух моделей нам точнее будет предсказывать, является ли человек. Может ли человек такой быть жертвой или не может быть. Ну, опять же, на основании каких-то огромных данных, которых у нас, потому что мы шучили, помните, первая глава учебника по статистике, что можно представить данные по уровням, порядковая шкала. Это то, что здесь будет называться таксоном. Правильно, да? А можно представить как ось, и ось явно точнее. Ну, сейчас здесь это... Здесь таксонами называется скорее не порядковая шкала, а вот прям даже номинативная. Ну, даже так. Ну, смотрите, даже внушаемость. Внушаемость, очевидно, измеряется от большего к меньшему. Да, но вот как раз в литературе группа высоковнушаемых трактуется как качественно другая. Хотя, ладно, это я немножко не прав, потому что, ну, а мерим-то мы все равно по цифрам, да. Ну, да. Все-таки порядковая. Я так в этой литературе, эту литературу так не знаю, но так на общем, в теоретическом уровне, это же так? Да, 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 вы правы. Ну, хорошо, интересно, да, надо тоже это почитать, разобраться. Что, у меня тоже обычная мысль, что нужно все делать с помощью осевого подхода поделить на группы. Ну, да, да, и иногда так проще найти корреляцию, ну, не корреляцию, а значимость. Наоборот, помните, с этим сталкивались, что корреляция нулевая, а если поделить на три группы, то дисперсионный анализ срабатывает. Да, да. Часто это же похоже на самообман. Там еще можно забыть поправку на множественное сравнение, посчитать, потому что это группы и вообще хорошо будет. Много можно что-то, как в еловке применять. Хорошо, все, спасибо большое. Возможно, есть еще вопросы у коллег. Есть в чате вопросы, тогда зачитаю. А ведутся ли поиски таких фундаментальных характеристик личности, с которыми будет коррелировать внушаемость? Может быть, где-нибудь на кафедрах личности ведутся. Я не очень, к сожалению, много литературы на эту тему находил. Вот вплоть до того, что, ну, допустим, корреляция с суеверием мною была найдена в статье в инженерной, ну, с этой ИЕЕЕ, знаете, может, знаменитую инженерную конференцию. Они там строили модель, которая предсказывает внушаемость по ряду опросников, включая вот суеверность и по ЭЭГ. что-то построили. Вот так. Ну, вот надо смотреть личностную литературу. Может быть, там есть какой-то пласт. Знаете, как обычно, вертишься в области, думаешь, что вот много чего я считал, а потом там оказывается целый пузырь какой-то, в который вас еще не пускали. Вот. Но вот лично я не находил. Будете проводить такие исследования, буду рад поддержать, чем смогу. не деньгами. Возможно, сейчас еще кто-нибудь вдохновится на задание вопроса. Я задам, я хотел задать много очень широких вопросов, таких философских, теоретических, но я подумал, что это, конечно, будет дискуссия не на один час, и, наверное, не стоит этого делать. Но задам все-таки вопрос, который любят задавать на защитах курсовых и дипломов. В их моей работе человек? Нет, не настолько все-таки вопрос ради вопроса, а все-таки вопрос ради некоторого интереса. Что ты планируешь, что вы планируете, Михаил, делать дальше? Как вы планируете это использовать в своей дальнейшей работе? Потому что, мне кажется, ответ на такой вопрос возможно прольет свет на более что-то фундаментальное, философское, теоретическое. Ну, собственно, как минимум вот такие исследования, они отвечают на вопрос о честном или, честно ли мы делаем, когда в наших исследованиях вместо корреляции с сырыми баллами по шкале делим все на группы и считаем. Потому что, ну, собственно, на группы активно делят. Вот. И, соответственно, некоторые исследования, когда читаешь, реальное ощущение, что они сначала посчитали вот так, а потом поделили по группам. То есть можно сказать, что это некоторый шаг к стандартизации будущих процедур исследовательских, чтобы эксперименты базировались не на каких-то стереотипных представлениях исследователей, что есть такие-то группы, а на на некоторой стандартизованной форме понимания этого внушаемости. Ну, не так громко, разве что. То есть это не прям вот я насаждаю стандартизацию, это я занудно жужжу над ухом уже там более-менее насажденной стандартизацией. Все-таки шкалу-то шкалы вот эти вот до меня все придумали. Да, спасибо. Кстати, собственно, если мы говорим про прекрасную науку будущего, то кажется, есть смысл смотреть вот на вот эту вот несчастную латентную структуру внушаемости, измеряемую разными шкалами, которых, ну, реально расплодилась. И, может быть, помимо чего-то о структуре вот этой самой внушаемости, это скажет нам что-нибудь о структуре этих шкал, что добавит немножко свежести в дискуссии о том, чем они плохие, которые ведутся. Каждая шкала возникает, конечно же, когда кого-то слишком сильно выбешивают остальные. Да, спасибо. Понятнее лично мне стало чуть-чуть. Ну, в чате, вероятно, нет вопросов. Такой last call возможности задать вопрос устно. Если нет, тогда мы будем на сегодня заканчивать. как будто бы нет желающих больше задать вопрос, тогда я с удовольствием готов поблагодарить Михаила за довольно подробный доклад о его собственном исследовании, который нас вдохновил и некоторыми теоретическими инсайтами, был наполнен таким пространным описанием феномена гипноза и многими интересными техническими деталями, которые, собственно, показывают, что это действительно не гадание на кофейной гуще, а вполне себе настоящая наука с мощным статистическим аппаратом. Я от себя готов пожелать Михаилу дальнейших успехов в его исследовательской деятельности в этой области и надеюсь, что через, скажем, лет 50 гипноз не будет вызывать страх у когнитивных исследователей, а будет таким вполне достойным внимания науке феноменом. 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 Продолжение следует...